Здесь, в этом помещении, вот все состоит из совпадений. В июле я родилась идея сделать фотопроект, но непростой. 15 прекрасных женщин. Волны, которые должны разойтись вот уже по городу. Мы с вами в Доме общественного собрания. Это новое место, хорошо отреставрированное старое. Сегодня здесь открывается фотовыставка «Я женщина». Вот эта площадка должна стать таким местом, которое соберет творческую элиту. Она появилась после того, как я прочитал книгу Загурского об этом месте. И что здесь было общественное собрание. Мы начали собирать материалы и нашли все про общественное собрание. Вплоть до устава. И так получилось, что в этом году общественному собранию города Челябинска 150 лет. 50 лет собрание работало, 100 перерыв. И вот сейчас мы возобновили эту работу. Искренне рады приветствовать всех собравшихся сегодня в Доме общественного собрания Челябинской области на финале первого сезона фотопроекта «Я женщина». Знаете, от задумки, от идеи до воплощения прошло всего три с половиной месяца. В июле родилась идея сделать фотопроект, но не простой, такой какой-то местечковый, да, а фотопроект с размещением женщин в историческом музее. Владимир Иванович Богдановский поддержал эту идею, познакомил меня с прекрасным фотохудожником Анжелой Шефер и работа закипела. Работа проведена была глобальная и очень скрупулезная. Это было очень ответственно, очень серьезно, потому что, когда я первый раз, я их увидела на самом деле на фотографиях в такой спортивной одежде, я их разложила перед собой, 15 прекрасных женщин. Меня вдохновили эти женщины настолько, что все пошло, как-то все потекло, сначала ручейком, наверное, потом какой-то рекой, которая захватила меня, этих женщин. То есть какая-то отдача, какая-то энергетика невероятная, какие они волшебные, какие они роскошные и многогранные. Мы попробовали женщину переместить буквально на два века назад и посмотреть, насколько ее генетическая память сработает и насколько она с наших фотографий сможет посмотреть тем взглядом женщины 19 века. Мы отобрали группу женщин, которые два с половиной месяца у нас учились. Учились стилю, моде, позированию, технике шага. И затем в течение месяца Анжела снимала женщин. И женщин 21 века погружала в интерьер 19 века. Ну и даже в средневековье некоторые попали. И сегодня работы готовы. В музее вот такое открытие, выставки. Выставка будет жить дальше. Она станет собственностью музея, конечно. Я думаю, что каждый из Челябинска может прийти полюбоваться, на этих женщин вдохновиться. И начать менять что-то в своей жизни. И таким образом мы сделаем Челябинск более привлекательным, красивым и счастливым. В новые технологии нам позволяют вписать женщину, куда мы хотим, куда мы придумали. Но это все-таки работа такая творческая в то же время. И когда ты уже практически сделал, как тебе кажется, шедевр. И проходит, допустим, мимо физик. И говорит Анжела, тень от вот этого мизинца падает не вот сюда, а на один градус левее. И ты понимаешь, что придет другой специалист, который, например, скажет, что вот этот блик в глазах, он не от этого хрусталика, а вот от того, например. И это было очень ответственно, очень серьезно. Выход на подиум участниц фотопроекта предварили показы ювелирных украшений и модных коллекций современных российских дизайнеров. Кстати, зрителей пришло намного больше, чем планировали организаторы. И после официальной части гости еще долго изучали все детали портретов. Разные коллективы, там, показы, значит, живая музыка. Вот это все, конечно, наполнено вот так, как я хотел, так, как я думал. Вот я это все увидел и немного даже лучше. Продолжение следует...